Здравствуйте! Шабатов и Бутовок! Хорошей недели! У нас 109-й урок по Мишли, и мы закончили 13-ю главу, и, соответственно, начинаем 14-ю главу с рефер Мишли. Говорит Шлома Амеллах, хохмас нашим банта байта, веевелет баядейха тихарсэму. Мудрость женщин, она постро... мудрости женщин. Они построили дом, строят дом, а глупость, которая в их руках, его разрушает. Начнем с Мальбима. Хотя мне очень хочется свой комментарий и анекдот рассказать, но начнем с Мальбима, анекдот потом. Говорит Шлома Амеллах, хохмот нашим, мудрость женщин. Хохам и ция да хохма ваксилут киштей нашим. Мудрый человек, он рисует мудрость и глупость в виде двух женщин. Идмея да хохма киша. И он сейчас нам дает пример мудрости в виде женщины. Потому что Нефиш, которая микабелит эта хохма, душа, которая принимает мудрость, она микабелит от аминга сейхаль, она принимает мудрость из разума. Разума. Разума Ильйон Гамашпия, того высшего разума, который влияет на душу. Нафашот Галамдот, Умаскелот, те нафашот, те души, которые учатся и внимают, разумеют, они, нашим Гатавот, это позитивные женщины. Нашейхайль, то, что дальше будет Мишли, называться Эшетхайль, добродетельная жена, Ашамээтлаба Алейгам и Альйон, которая слушает своих мужей, которые идут сверху. То есть, мудрые женщины, это те женщины, которые принимают разум, воспринимают его, то есть, принимают то, что на них Машпия, на них влияет их муж. Разум посылает на них влияние, верхнее влияние, из своего руха, для того, чтобы образумить их истинно. Баэмидат Эмет, мир и правды. Ваннашима к Силот, Лаумадзе, обратное явление, глупые женщины, Вэйвлот, и тоже глупые женщины, они зонот метахат балэгам, Это те, которые занимаются знутом, находясь под мужьями. Ла лэхэт, хошэх лэло ор, чтобы идти в дневноте без света. Эль драхим и окушим даркей мавит, и они идут по кривым дорогам, путями смерти. Вэгина, и вот, по-моему, стучат. И вот, хелкей хохма, гэм раби миот вэйн ла гэм кец. Пути мудрости, их очень много, и у них нету кец, у них нету конца. То есть глупость – это вещь, которая безгранична. Нету предела. Хохма бихлала мекабецит эт протейха хохмод. А хохма, она принимает все детали мудрости. Ванедме бамашаль кебейт гневне. И это выглядит как дом, который строится. Ме цим рабим из многих-многих деталей, многих строительных материалов. Э цим, аваним, деревьев, камней, холь, песка, сит и так далее. Всяких видов строительных материалов. Когда они соединяются вместе, то получается построенный бейт-мигдаш, то есть дом-мигдаш-мелах, дом, который является свящелищем царя. И вот, что Маамелах объясняет нам, говорит Малбим, он рисует, что мудрость женщин, она строит этот дом, то есть мудрость, общая мудрость, которая строит дом, от соединения различных биньянов, строений различных вещей, различных видов женщин, которые мудры. То есть, все нафашот, гамаскелот, все души, которые мудрые души, которые мудрые и рад гашем, от боязни Творца, ганабиим, пророков, мудрецов, они образуют вместе вот этот сейхльтов, мудрый разум, и это строит байт, и это строит байт, имеется в виду байт-мигдаш. Вэвэлад бээдэхэте арсэну, но, ивлад, то есть, глупость, которая, вид глупости, который ставит свекот, ставит сомнения по поводу всех законов мудрости, такая женщина, она не строит, а только разрушает, и махревит, и разрушает дом. Таким образом, что все силы, которые есть у глупости, они употребляли для того, чтобы разрушить законы мудрости, которые хохма строит дом, а она занимается тем, что она разрушает, и ведет к тому, чтобы разрушать, а не строить. Таким образом, Мальбин говорит, что есть много хохмот, и Мальбин и Гаон будут сейчас нам показывать, что слово хохма, которое здесь написано, написано во множественном числе, хохмот, много видов мудрости. Имеется в виду много деталей, которые являются различными строительными материалами, они приводят к тому, чтобы, соединившись вместе, построить Бейт-Мигдаш-Меллах, дом царя, Мигдаш, святилище, Бейт-Мигдаш, и женщины, которые идут, женщины – это души, которые идут в темноте, отказываются воспринимать доводы разума, мудрая женщина – та, которая принимает то, что ей говорит Бааль, в данном случае Бааль – это руах, который воздействует на нефиш, иша – это нефиш, Бааль – это руах, нефиш, которая принимает воздействие более высокого уровня души, она называется Иша-Хохама, она называется мудрой женщиной, и разные разделы этой мудрости, соединившись вместе, работают как разные виды строительных материалов, для того, чтобы соединиться вместе и построить Бейт-Мигдаш, построить святилище царя. Женщина, душа, которая хочет идти в темноте, отказывается воспринимать доводы разума, подобная женщина, она работает наоборот, она ведет к темноте, и она ведет к разрушению, ее руки разрушают, а не строят. Это краткий комментарий Мальбима. Гаон здесь дает сразу несколько комментариев Гаона Мивильна, и сейчас попытаемся с ними как-то разобраться, он такой обширный комментарий. Гаон говорит первое, хохмот нашим, сказано мудрости женщин, сказано это во множественном числе, а после этого сказано в единственном числе, банта, построила, в единственном числе. То есть, засловный перевод, мудрости женщин построила дом. По-русски это звучит плохо, и на иврите тоже. Объясняют наши мудрецы, хохмот, это имеется в виду те хохмот, которые есть в женщинах. Эти, она строит дом. То есть, строит дом женщина с помощью многих хохмот, которые в них находятся. Что она постоянно хочет, что ее дом существовал. Простое объяснение, тоже очень понятно, Пшада Пашут, что женщина с помощью различных видов своей мудрости, она строит дом, поскольку она заботится о существовании дома, строит, имеется в виду не строитель, который камень на камень, кирпич на кирпич, а имеется в виду поддерживает, дает существование дома. Один момент. Судя по всему, говорит комментарий на Гаона, объясняет, что здесь есть еще один комментарий, который написан Ивенезра, раф Ивенезра, и он пишет не хохмот нашим, а хохмут нашим. Хохмут, это не множественное число, это единственное число, я не знаю, как это повести, это мишкальмумудренность, это что-то типа, на иврите есть слово багрут, взрослость, отцвуд, это огорчение, и это слово мудрость, которое построено по тому же принципу, как слово багрут и отцвуд. Это тоже слово мудрость, только построено вот в этом вот виде, проявление мудрости, тогда это становится единственное число. То есть, те, кто знает иврит, вместо огласовки холом, которые мы ставим обычные, говорим хохмот нашим, ивенезра ставит огласовку, которая называется шурик, шурик, шурок, шурук, шурук, шурук. Огласовку, которая означает понятие шурук, это буква у вместо букву о. Поскольку, вы видите, нету гласных, а согласной буквой вав обозначается и у, и о, то здесь он хочет сказать, что здесь надо поставить букву у, а не букву о, и тогда мы теряем множественное число, и оно снова приобретает оттенок единственного числа. Окей. Это первый комментарий, который дает Гаун. Второй комментарий. Вы и Влад бы, и дей гадагарсену, а та глупость, которая у нее есть, она руками разрушает то, что было построено. То есть, глупость, которая есть в женщинах, она сама по себе своими руками. То есть, у каждого человека есть две руки, и обоими этими руками разрушается дом. Что имеется в виду? В другом месте Гагро в рукописи пишет, что хохмот – это множественное число, банта – это единственное число. Имеется в виду, что мудрые из женщин, они видят, как должен быть построен дом, и они осуществляют это строительство. Они микоимимбают, они делают, чтобы дом существовал. А глупость, которая находится в их руках, их разрушает, разрушает тот самый дом, который строит мудрость. Имеется в виду, что я уже писал раньше, говорит Гаон, что у цадиким этот мир, он не является постоянным, он не называется домом. Он называется на иврите словом наве. Наве – это временное построение, поскольку это построение на час. Весь Алла-Мазе, он ненадолго. Икар-Габайт, главная часть дома, это Алла-Маба. То есть, цадиким воспринимают своим домом будущий мир, мир грядущий. И об этом сказали наши мудрецы. Лахров-Байтехав-Лисев-Ашпезеха. Это цитата, которая приводится «разрушить дом», и это «дом-кворот», который не является мавитом. То есть, человек никогда не будет жить постоянно, поэтому весь его сегодняшний дом – это временное жилище, а есть постоянное жилище, которое называется «бейт-кворот». Он так и называется «дом-похорон». И отсюда переходим к Алла-Маба. Поэтому мудрость женщин – это построить Алла-Маба. Говорит Гаон, что «нышама» – душа – называется женщиной. Иша. Как сказано в Зогаре, он приводит цитату, и в начале, изначальное состояние, там, где должна находиться душа человека, она не должна вообще находиться в Алла-Мазе. Местонахождение души, ее такое нормальное местоположение – это Алла-Маба. Поэтому, когда мы говорим «хохма» с нашим, имеется в виду, что «хохма», которая есть в женщинах, она видит, как правильно построить и осуществить дом, то есть, как правильно достигнуть состояния Алла-Маба. В рукописи Гаон написал немножко иначе. Не «хохма» с нашим, он объяснил, что такое «хохмот» нашим, что такое «мудрость женщин», он говорит «муфхеретшеба нашим» – «избранные женщины». То есть, человек, у которого есть «нышама тава». Речь не идет о всех людях, а о тех людях, у которых есть позитивная, высокого уровня душа, она постоянно видит, что надо делать для того, чтобы строился дом, то есть, Алла-Маба. Это чуть-чуть дополняет и немножко объясняет, поскольку этого не каждый удостаивается. Глупость, которая есть в руках, она приводит к разрушению. Две руки. Две руки – это «кавсхуд» и «кавхава». Это страны, сторона заслуги и сторона, как сказать, «хава»? Обязанность. Долженность. Нет. Обязанность. Тоже плохо. «Схуд» – это награда, а «хава» – это наказание. Имеется в виду здесь, я не знаю, как это перевести, поэтому я буду объяснять. Не хватает у меня моего русского языка. «Схуд» – это то, чего человек удостаивается своими делами. «Хава» – это то, что он теряет из-за плохих своих поступков. То, что влечет наказание. Ихава – не знаю. Короче говоря, нет у меня русских слов. «Имеется в виду, говорит Гаон, что есть митцвот Асе и митцвот Лото Асе, которые человек делает руками. И митцвот Лото Асе человек нарушает руками, и митцвот Асе он делает руками. И двумя руками и митцвот Асе и митцвот Лото Асе можно разрушить дом, и это глупость, которая разрушает дом. То есть, даже когда человек осуществляет митцвот Асе, но если он делает это, наполняет свою митцву Малеота, наполняет ее всякими пнеот, всякими нехорошими деталями, и митцва будет направлена в неправильном направлении, неправильный каванод. Делает ее для того, чтобы возгордиться перед людьми, делает для того, чтобы его назвали рабом, делает для того, чтобы ему дали зарплату, делает, чтобы люди говорили, вот какой он молодец. Ну, понятно, о чем идет речь. Вот даже митсвот асе, которые сделаны таким образом, это приводит к хава, это приводит к долгу вместо наоборот, вместо схута, вместо заслуги. И таким образом митсвот, которые сделаны обоими руками, которые должны привести к схуту или митсвот, которые нарушаются и не должны привести к схуту, оба вида этих митсвот в результате могут разрушить байт. То есть, мудрость, когда человек на основании своего мудрого поведения, его душа руководит митцвот, то это приводит к построению дома. В тот момент, когда человек глупит во время осуществления митцвот, то это приводит, вместо того, чтобы привести к построению дома, это приводит к разрушению дома. Это первый пируш Гаона. Второй пируш Вильнюсского Гаона. Хохмас нашим, это нефиш, нашама и руах. Почему это поставлено во множественном числе мудрости, которые есть у нашим? Иша, это женщина, это душа, но душа, которая делится на три уровня. Нефиш, Рох, Нешама. Все они называются нашим, как сказано в Зогаре. Цитату я не буду приводить. В Зогаре, на комментарии на Магилатрут, Зогар, комментируя, объясняет, что все три вида души называются нашим. Банта, то есть построила дом, это, как мы уже обсуждали, дом, который является конечным домом, то есть конечной станцией Аламаба. Ивлет, что такое Ивлет? Ивлет, глупость. Это нефиш бремит. Это душа, которая неразумная душа, душа, которая животная душа. Своими руками, когда она делает действие, действие, которое делается Аль-Едей, посредством глупости, то есть посредством нефиш брема, это действие, которое, животные души, это действие, которое делается Таева и Каас. Действие, которое сводится к Тааве. Таава это, мы уже много раз обсуждали, что такое Таева. Желание к получению удовольствия, Каас это гнев. То есть, когда человек бежит, стремится, вот это вот его животная душа, стремится к получению удовольствия и стремится к гневу. Это правая и левая рука, которые есть у человека. Гнев это правая рука, Таева это левая рука, которая есть у человека. Это соответствует заповедям «Лотирцах вы лотинаф» – «Не убивай» – это «правая рука», и «Лотинаф не прелюбодействуй» – это «левая рука» – две из заповедей из десяти речений, которые были на скриже Аликзавета. Как сказали наши мудрецы в «Масехте сота», они это говорили, Гемора говорит, что так же, как червяки делают так, что погибает пища, пища становится негодной к еде, так же на шим за нот они разрушают дом. Имеется в виду, на шим за нот Каас и Таава, и их действие, оно приводит к глупости, действия животной души, приводит к тому, что они разрушают дом. Знуты бывают кикария лошумшими, то есть знут для дома, за ноты для дома, это все равно, что для тыквы червяки. И это речь идет о том, что желание Всевышнего – это улучшить, сделать что-то хорошее для своих созданий. И он дает выбор в руку человека, чтобы он делал митсву и получал награду, и это будет добро, которое он получит своим трудом, как хотел этого Всевышний. Или чтобы они пошли напротив желания Всевышнего, наоборот, и тогда ему будет заплачено за действие своих рук. Один момент, здесь у нас есть, я приготовил в книге «Да, ту нот Рамхаля», где он пишет на эту тему такую вещь. Он пишет, если вы знаете, то «Да, ту нот Рамхаля» построен на диалоге между душой и разумом. Душа задает обычно вопросы, а разум отвечает. Периодически разум задает вопросы душе, но все равно отвечает сам разум. Вот здесь есть такая накуда, что человек должен восполнить себя, и это его схуд и его скар. Поэтому я опять не знаю, как перевозить. Схар – это награда, схуд – это не награда, но он удостаивается. Это его заслуга. О, заслуга, а схуд – это награда. Человек должен себя восполнить своей работой в этом мире, и это его заслуга, его награда. Я сейчас пытаюсь понять разницу на русском между наградой и заслугой, я ее не знаю. А разница между схуд и схуд – она более или менее понятна. Так вот, говорит Сейхель, говорит разум. Первый исот, первая основа, на которой стоит весь биньян, все строение, понимание, творение мира, это, что хотел высшее желание, он хотел, чтобы у человека человек восполнил, доделал слово «лашлим». Слово «шалэм» – это цельный, «лашлим» – это сделать себя цельным, восполнить самого себя, и все, что создано для этого. И это само по себе является и схудом, и схаром. Это является и заслугой, и наградой, я не знаю, как это перевести. Рамхаль сам переводит это в другом месте так, что схуд – это то, что человек удостаивается получить награду за свою авойду, а не то, что ему дается как награда хинам, как награда за даром. А схар – это то, что он получает в награду за свои действия. То есть схар – это получение награды, а схуд, как объясняет Рамхаль, это то, что эта награда ему дается не как подачка, а как заслуженная награда. Вот такой перевод я хоть как-то могу понять, потому что перевести на русском – у меня не хватает моего русского, это все объяснить. Окей. Так он говорит, что схуд – это то, что получает человек из-за того, что он работает, трудится и пытается достигнуть этого шлемута, этой целостности. Когда он его достигает, то он получает удовольствие только от тех действий, которые он делал своими руками, и от того удела, который он достиг своим трудом. Награда – это то, что он в конце концов становится мушлам, он становится цельным, и он получает удовольствие вечное. Рамхаль дает перевод понятия схуда и схара двумя способами, но, в общем, очень близко. Схуд – это удовольствие от самих действий, а награда за сами действия. А схар – это награда за то, что он стал шалем, за то, что он стал цельным. Невозможно это перевести на русский язык, поэтому вот объяснять проще. Говорит на это, это первый исот, первую основу, которую дает разум, рассказывая душе. Отвечает душа. Зеи торши калель пенот работ. Вот. Это исот, эта основа, она включает, в ней есть много углов, много деталей. И вот я подожду услышать, что ты построишь на этом исоте, на этой основе, и тогда я пойму ретреактивно, что включается в основу, которую ты только что сказал. Но одну вещь я спрошу с самого начала. Есть смысл, почему Всевышний захотел этого? То есть, основу ты мне объяснишь потом. А сейчас я задаю вопрос, а зачем Всевышнему это? Почему он именно так захотел? Отвечает разум и говорит, что самое простое объяснение, оно зависит от ответа, который ты просишь. Оно зависит от ответа на другой вопрос, который ты не задал. Какой вопрос? Зачем вообще Всевышний захотел создать создание? Ответила ему душа, ответь ты, такую вещь, которая подойдет и для меня, и для тебя, чтобы мы оба понимали с этим. Отвечает Сейхель, то, что мы можем достичь в понимании этого вопроса, это что Всевышний Дварахшмо, он является, так ли сготов водой, он является целью понятия добра. То есть, суть добра, она находится именно в нем. Это самое высшее добро, которое можно понять, самое высшее понимание слова ТОВ. Однако, суть понятия добра, в него входит оказывать добро кому-то. И это то, что хотел Всевышний. Он хотел создать создание, для того, чтобы он мог им оказать добро. И если нету того, кто принимает добро, то нету понятия ТОВ. Для того, чтобы ТОВ был ТОВом, должен кто-то, кто это ТОВ принимает. Однако, для того, чтобы это ГОТОВа, оказание добра, была шлейма, была цельная, понятно, что от Всевышнего может исходить только цельное добро. Добро, которое наполовину или на две трети, это не добро. Поэтому от Всевышнего оно выйти не может. Поэтому Всевышний знал в своей скрытой мудрости, верхней мудрости, что нужно, чтобы микаблим, те, которые принимают это добро, они принимали ее байгият капаем, действием своих рук. Потому что тогда они будут балы и готовы, они в состоянии принять это добро. И не останется у них, бушат по ним, когда стыда, когда стеснение, наверное, правильно перевести, когда они принимают это добро. Как человек, который принимает сдоку от другого человека, он стесняется иногда. Об этом сказано в геморе Ирушалме. Известная гемора. Он стесняется смотреть в лицо того, чью еду он ест. Гемора там приводит в Ирушалме, известная гемора, она приводится в Тосус, в Кедушине. Гемора, которая рассказывает такую вещь, что существует понятие орла. Первые три года урожай, который вырастает на дереве, он не разрешен пищей, он называется орлой. И гемора задает вопрос, есть такая вещь, которую я не знаю, как по-русски ее назвать, наверное, прививка она называется. Когда к старому дереву прививается росток, ветка, нет, наверное, это не прививка, не знаю, как она называется, берется ветка с дерева, опускается и вот так вот загибается и сажается в землю. Она продолжает питаться от старого дерева и одновременно постепенно дает корни и начинает питаться от земли. И в какой-то момент времени питание земли становится основной, а то, что она от мамы, от дерева питается, становится второстепенной. И тогда с этого момента надо считать, когда начинаются годы орлы. Все время, пока она питается от мамы, это не называется орлой, потому что это старое дерево, урожай, которое уже три года прошел. Но с того момента, когда его основное питание становится из земли, то с этого момента начинаются три года орлы. Надо обрезать вообще, по идее, ее питание от мамы, но это не обязательно, потому что она все равно, она все равно отсыхает, эта часть ветки. И она продолжает питаться соками земли, и с этого момента это становится как бы личное растение. Игемора спрашивает, а как определить, с какого момента ров питания происходит от земли, а не от большого старого дерева. Игемора отвечает, что все время, пока она отвернута от старого дерева, и старое дерево и новое, пока она смотрит в другую сторону, крона направлена в другую сторону ветки, то она питается от мамы, потому что Всевышний заложил внутри дерева, понятно, что дерево не испытывает чувств, у нее нет ощущений, но Всевышний заложил в законы природы такую вещь, что пока она питается от мамы, она как бы стесняется и не может смотреть в лицо. После того, как она начинает питаться из земли, то крона становится равномерной во все стороны. И это свойство природы, что в тот момент, когда человек получает подачку, подарок, то он стесняется смотреть в эту сторону. Это то, что говорит Гемора. Тот, кто кушает не свое, он не может смотреть в лицо того, кто ему дает. Поэтому Всевышний заложил в этом мире, Торо-Умитсвас, для того, чтобы у нас были заслуги, Схуд, для того, чтобы получить Схар. Так Схуд это то, что мы получаем этот Схар не в виде подачки, а в виде заработанной вещи. Это Схуд и Схар, два понятия. Окей, теперь мы вернемся к нашему пасуку, к нашему пирушу Гагро и посмотрим, что он говорит. Что желание Всевышнего дать добро своим созданиям. И поэтому он дал им выбор в руку человека, чтобы они делали митсвас и получили Схар за тот амаль, за тот труд в соответствии с желанием человека. То есть, чтобы совместился Схар со Схудом, чтобы это был Схар и Схуд вместе, а не чтобы это было просто матнатхинам, бесплатный подарок, который дает Всевышний. Теперь, что имеется в виду, что Гаон, как Гаон хочет объяснить. Что такое хохмот нашим, банта байта, это мудрость, которой работает душа человека, разные виды мудрости, разных уровней души, которые работают для того, чтобы обрести Схуд, для того, чтобы получить Схар. Окей, и это хера, которая дана человеку, либо выполнить Рацион Всевышнего, либо шиилхунегит Рацион Канам, чтобы они пошли наоборот тому, что хочет от них Творец. И то, что будет человек делать в соответствии с твоими действиями, ему будет заплачено за это. Поэтому сказано, это цитата, которая нам дается, мой совет, он все равно встанет, говорит Всевышний. Что имеется в виду? Хочешь или не хочешь, но ты всегда получишь Схар. Хорошую награду. Что имеется в виду? Что если человек ихте, если его грехи пересилят, его схует, его заслуги, то человек имит этого коджбрау, Всевышний умертвит этого человека, и создаст его второй раз, и также третий раз. Эта идея, которую сейчас Гагро развивает, это идея, которая называется гилгульн-шамот. Переселение душ. Что душа, которая не выполнила свои функции в мире, она приходит в этот мир второй или третий раз. До тех пор, пока она не исправит то, что она испортила. И Всевышний после смерти помещает человека в гейно, до того, как он не очистит, из него уйдет та грязь, которую он приобрел, идя наоборот желание Всевышнего. И это означает ацетхитакум. Мой совет, моя мысль, все равно осуществится, говорит Всевышний. Ты можешь сделать чего тебе угодно, но то, что твоя душа должна сделать, ты все равно сделаешь в этом мире. Но разница, на самом деле, я читал в одном месте, что таких гилгульн, здесь немножко в Гагро, это тоже Машма, что таких гилгульн не может быть больше, чем три. Что если человек ведет себя, это, правда, Гагро не пишет, сейчас я скажу наоборот, потому что он напишет через секунду, что если человек ведет себя так, что в первые три гилгуля, которые он спускается, он все ухудшает и ухудшает, и не начал улучшения, если он начал улучшения, то, может быть, новый гилгульн, если он начал секунду. Но если этого секунду он не начал, то больше, чем трех гилгульн не будет, и он исчезает. Такое я читал в книге Моток бы 2, в комментарии на Гагдаме, на Сефера Резаля, Шаргилгулим. Но Гагро здесь, Лихойра, этого не пишет. Я не знаю, есть ли Махлок из Бакабола на эту тему или нет, не знаю просто. Но Гагро Лихойра пишет, что он будет спускаться в Иггуллим столько, сколько ему понадобится, и в любом случае осуществится то, что хотел Всевышний. И эта душа сделает тот секунду, который было необходимо сделать. Продолжает Гаон и говорит некоторый хидуш. Ах, хилук бейно о бейнато шаятоф митхила. То есть Гаон как бы отвечает на шейла нестер, на незаданный вопрос. Если в любом случае душа спустится столько, сколько надо в этот мир, исправит все, что ей надо исправить, и сделает весь секун, который нужно было ли такен митхила, то какая разница между человеком, который ведет себя правильно с самого начала, и человеком, который себя ведет ужасно с самого начала, если в любом случае он сделает то, что ему надлежит сделать. Отвечает Гаон на этот вопрос. Разница между ним и тем, кто был тоф митхила, добром изначально, то, что тоф митхила, тот, который был тоф митхила, гуфогам кэн каям ла-ламаба, его тело также останется ла-ламаба, вейтоль скар тоф ба-амало, и получит хорошую награду за свою работу. Но, от тамши ниткенум ба-аль-кархам, но те, которые были исправлены против их воли Всевышним, то есть, они получили много гилгулим и гееном для того, чтобы исправиться, гуфим решоним их первые тела, первого гилгуля, второго гилгуля, которые были раим, которые были плохие, калим ванавдим, их тела исчезают и пропадают полностью. меня уже несколько раз спрашивали, когда мы говорим о понятии гилгулим, понятии переселения душ, то в каком виде в аламаба, в грядущий мир, в тхиаза мейсен, во время воскрешения из мертвых, в каком виде попадает душа, в каком теле, в первом, втором, третьем, пятом и так далее. Я всегда считал, что это не имеет значения, поскольку душа попадает в тело, как одежда. Тело работает одеждой души. Поэтому мне казалось, что этот вопрос лишен смысла, потому что все эти тела – это разные виды одежды, а икор человека – это душа. Я вижу, что Гаон Мивильна считает иначе, поэтому я полностью, Мивотель полностью аннулирую свою точку зрения. Хотел сказать глупость. Гаон говорит, что умная женщина, которая строит дом, отличается от глупой. Дом все равно будет построен. Душа все равно итакен, все, что ей надо, итакен, она исправит все, что ей надо исправить. Балькарха против своей воли. Но разница между умным и глупым – то, что умный человек это делает с первого раза, и, соответственно, первое тело, которое ему было дано, оно останется существовать. А глупый человек делает так, что его тела наавдим, его тела теряются, и в результате только последний из тел останется и получит то, что нужно получить. А к дому не будет иметь отношения, калам-аба не будет отношения иметь первое тело, о котором мы говорим. То есть, те самые лучшие души, которые будут, они спустятся в этот мир и итакну сделают секунд с первой попытки. Она видит, эта душа, что будет ее домом, что это ее тело. То есть, эта душа, она построит свое тело, она сделает так, чтобы ее тело изначально построит все, что нужно построить, и это тело останется, и так далее. И он будет каям. Но глупый, своими руками они разрушат собственное тело, несмотря на то, что он все равно будет очищен, и ей будет дано то тело, которое когда-то очистится. Тем не менее, это тело первоначальное, оно исчезнет, и его больше не будет существовать. Это еще один пируш Гаона. Таким образом, Гаон дал нам три пируша, что такое хохмас нашим, байна байта. Последний пируш говорит о Торет Гилгулим, что мудрые женщины, они сделают так, что первое тело, которое было дано, оно останется, и оно будет построено, то есть, в нем будет построено ламаба, оно будет приведено к Ткиазамесим. А глупые женщины, это те, которые своими руками разрушают собственное тело, и, соответственно, их тело не будет не иметь никакого отношения к Ткиазамесим. Но бааль карха волей-неволей, душа исправит все, что нужно исправить, и получит, аламаба, и получит Ткиазамесим за какое-то количество гилгулим, за какое-то количество гиенумов и так далее. Но в результате шлемут будет достигнут, поскольку это идея Творца, и он получит схуд и схар, и то, и другое, только вопрос, в каком теле это произойдет, в каком байте это произойдет. Это последний пируш Гаона, такой довольно неожиданный. Окей. Следующее предложение. Оно говорит, второе предложение, говорит, Голех беешро, ере гащем, веналуз драхав бозеху. Тот, который идет своей прямотой, он боится Всевышнего, а человек, который идет путями кривыми, он пренебрегаем или он пренебрегает. Это я не знаю, здесь трудно понять, что имеется в виду. Посмотрим, как объясняют Мальбим и Гаон. В Гаоне не очень понятно, что он имеет в виду. Он пренебрегает или Всевышний пренебрегает им. Говорит Мальбим, я уже объяснял, что Ешар, человек, который называется Ешар, это человек, который сихло, Галех Ешар, Митсадтсего. Это человек, который по своей природе, его сейхаль, размышляет его мозг, разум, пользуется понятиями, которые прямые с самого начала. Гедр Ешар, что такое определение слова Ешар, прямой? Это каф, направление, самое короткое между двумя точками, которые существуют. То есть, он дает математическое определение слова Ешар, это отрезок, прямой отрезок между двумя точками. Ешар, человек, который Ешар, это человек, который на основании доводов разума идет с самой короткой дорогой, самой прямой дорогой к пункту назначения. Детали, они находятся в подчинении понятия, которое называется бина. Бина – это разум, который человек анализирует, как ему правильно идти на основании той информации, которую он получил. Сейхль человека, он сделан таким образом, что если он не будет склоняться в какую-то из сторон и постоянно думать, что такое Эмет, то Элаким Асаэд Гаадам Ешар, то здесь исполнится то, что сказано, Элаким, Бог, создал человека прямым. В Эгэм Абекшу, Хижбан От Рабим, а люди, когда они были прямыми, они попросили разные виды расчетов, многоступенчатых комбинаций и так далее, чтобы уйти от понятия Йошара и чтобы увидеть какие-то линии, которые не самые прямыми. Что человек сделал Сейхль, что Всевышний сделал мудрость человека таким, что он может достигнуть понятия Эмет постоянно, так же Бадаркей Бина, когда он раздумывает, как бы познать истинность и понять, где ложь, а где правда. И во время, когда человек думает о Всевышнем, он поймет, что есть Элаким, который Баре, который Создатель, Машгех, Следит, Маскир, Мааниш, он дает награду, он дает наказание и так далее. Все это человек может постоянно об этом думать и понять доводами своего разума. И так же человек, который уходит с прямой дороги и ищет какие-то объяснения, расчеты, очень множественные, философские, которые приводят его к искривлению путей, он уходит из этой прямой линии, которая ведет из одной точки, из точки рождения в точку, которая называется Алла-Маба, центральной точки. И тогда он приходит к отрицанию основ во всех деталях, которых можно придумать. Но человек, который идет по прямому пути, это человек Ирад Гошем, он боится с Творца. Поскольку он принимает своим разумом прямоту и то, что необходимо Всевышнему, и что Всевышний судит, наблюдает в мажгиях, все время следит, все время управляет. И человек, который об этом думает, постоянно боится Творца, боится его величия, его наказания, и боится лишиться его награды. Но человек, который идет другими путями, то есть путями своих расчетов, что более выгодно, что более правильно и так далее, он уходит с прямого пути, который дает ему разум и приходит к отрицанию каких-то вещей, в том числе к отрицанию самого Творца. И он, этот человек, Мивазе Ото, он делает безайон, делает пренебрежение Всевышнему, позорит Творца. И он идет, уходит от пути, который называется путь Гошгоха, путь влияния Творца, путь понимания того, что Творец влияет постоянно, и он уходит в другую сторону. Говорит Гаон, это Мальбим. То есть, Мальбим говорит, если своими словами кратко, Лесакем, то Мальбим говорит, что путь Всевышнего, путь человека в этом мире должен быть Ешар, человек, который боится Всевышнего и думает о Всевышнем. Он постоянно идет прямым путем. Прямой путь это расстояние между двумя точками, кратчайший отрезок между двумя точками, имеется в виду от создания человека до его прихода в Алама-Абба, человек выбирает этот путь, путь Тора и Месвод, и, раздумывая о Всевышнем, он может это сделать, может понять, постичь, и так далее. Человек же, который идет на поводу различных расчетов, что это мне выгоднее, это лучше, это так, это сяк, он уходит от этой прямой точки, начинает идти какими-то извилистыми путями, и эти извилистые пути в результате приводят человека к фире, к отрицанию основ, к тому, что человек начинает думать не о Всевышнем, а наоборот, и отрицает Творца, не дай Бог. Это Пшат-пасука, который говорит Мальбим, и это то, что сказано в конце, что человек, который уходит от прямых путей, он базегу, он пренебрегает Творцом. Гаон Мивильно, его комментарий не такой понятный, очень короткий, не такой понятный, и он говорит, Рак Рега, человек, который идет прямым путем и боится Всевышнего. Каждый человек должен идти, он на самом деле говорит одну очень важную вещь, каждый человек должен выбрать путь, который нужен только ему, то есть Яшро, Яшар Бишвело, тот путь, который для него является прямым путем, потому что Медот разных людей, они разные, и нету двух людей с одинаковыми качествами, и из-за этого человек, он обычно делает определенные Авэйры, которые приходят от определенных качеств. Качества это те одежды человека, которые влекут то, что этот человек делает именно эту Авэйру. Один человек его основное качество лень, другой человек его основное качество гаева, один человек постоянно позисован, постоянно хочет что-то быстро сделать, другой человек наоборот, и так далее. И нужно, ликдор, от сму, нужно поставить себе личные ограды от тех Авэйрот, которым лично я склонен. То есть, каждый человек должен определить свои качества и понять, какие ограды от его личных Авэйрот он должен сделать. Что не должен его товарищ сделать, эту Шмиру, вот эту вот охрану, Рувен должен поставить у себя, а Шимон не должен. Потому что Шимон, эти Авэйроты, они не свойственны Шимону, они свойственны именно Рувену. Потому что Шимон и Рувен абсолютно разные Медот. А Шимон, в свою очередь, нуждается в других оградах, в других оградах, в других вещах, в других ограждениях, для того, чтобы не нарушить те заповеди, которые ему хочется нарушить в силу его Медот. Поэтому он идет по прямому пути, по пути, который Яшро для него является прямым путем, тем путем, который именно его путь, личный путь в Торе. Несмотря на то, что для других людей в глазах других людей этот путь является злом. То есть, человек, который видит, что делает Рувен, ему кажется, что он делает неправильно, что он делает постоянные ошибки, что он ничего не понимает и так далее. Но Рувен, если он сделал правильный анализ собственных качеств и собственного поведения, то он понимает, что для него лично это самый благоприятный путь и самый правильный путь его жизни. Потому что люди не знают, что нужно Рувену. Несмотря на это, он идет прямым путем, а людям кажется, что это не так. И он боится Всевышнего. Он боится, что не пришел кавейры из-за своей природы, из-за тех вещей, к которым он привык. Это говорит Гаон. В Ктафьят, в рукописи, Гаон чуть-чуть добавляет. Он говорит, что каждый человек должен идти своей собственной дорогой. Той дорогой, где ему нужно быть аккуратным от тех оверот, про которые он знает, что он часто их делает, он привык к ним. И из-за этого он понимает, из-за чего он приходит к этим оверот. Поэтому он должен быть аккуратным. И это то, что сказано Ешру, то есть Ешар для него. И это делает только тот человек, который боится Всевышнего. Потому что он не людей боится, люди неправильно воспринимают его поведение. Но ему, на людей, где-то в какой-то степени очень большой должно быть, наплевать, его интересует, что думает творец. Поскольку он понимает, что творец, так же, как он, знает его слабые места и делает ограду для своих слабых мест. Веналуз, Драха, вот человек, который делает свои пути, он их налуз, налуз приводит Гаон, это Ме Акем, он их искривляет. То есть он искривляет те пути, которые для него являются прямыми и идут другими путями для того, чтобы в глазах людей они показались правильными. Чтобы люди видели, какой он молодец и как он правильно служит Всевышнему. И он делает вещь, которая не ешар-бе-инав, не ешро, не то, которое право, правильно и прямое в глазах Всевышнего, а то, что является прямым в глазах его соседей, его друзей, тех, кто на них в данную секунду времени наблюдают. И несмотря на то, что на самом деле он это знает, для него это плохо, тогда он приходит к Авере. И тогда Базеу Гакодышбаругу. И здесь комментарий на Гаона говорит, что что означает Базеу Гакодышбаругу, что написано у Гаона, непонятно. То ли его Гакодышбаругу, Мивазе, его, он пренебрегаем в глазах Всевышнего, то ли Всевышний пренебрегает в его глазах. У Мальбима это написано прямым текстом, что он начинает пренебрегать Всевышним. Здесь же у Гаона можно понять двумя способами. Человек, который смотрит на то, как реагирует создание на его поведение, и этот человек смотрит за глаз, что он бояные бреет, как люди видят его, и становится ешар в глазах других людей, зная, что он не ешар в собственных глазах и в глазах Всевышнего, такой человек либо он тем самым пренебрегает творцом, либо из-за этого поведения творец пренебрегает им, не знаю, как правильно перевести. Комментаторы Миткашим Каманат Гаон Мивильна в чем идея Гаона. Потому что он знает, что ему нужно этот человек, и он не делает то, что ему нужно, а делает то, что ешар прямое в других глазах. То о нем сказано, что этот человек боится басар вэдам, плоти и крови, и нет на нем страха перед Всевышним. И об этом сказано, примерно об этом сказано, подобно этому разбирается в Геморе Бавакама. Гемора задает вопрос, есть понятие ганав и понятие газлан. Газлан это разбойник, грабитель, а ганав это вор. Чем отличается вор от разбойника? Разбойник приходит с пистолетом в руке и говорит кошелек или жизнь. Ганав это тот, который приходит ночью, карманник или днем, и вытаскивает кошелек из кармана тихо-тихо, так, чтобы никто не видел. В чем разница между ними? Грабитель грабит так, что его видят, но его боятся, поскольку он вооружен и очень опасен. Ганав это крадет так, чтобы его никто не видел. За Гнееву положено наказание, что человек платит кефель. Он платит, если его поймали, то, что он украл, плюс в два раза больше того, что он украл, то есть удвоенную сумму того, чего он украл. А если это овечка или бык, то может быть даже четыре или пять. А Газлан всегда платит ровно то, что он украл. Его поймали, суд его может переговорить, вернуть то, что он украл, к большему суд не может переговорить. У Ганава есть штраф, кефель, вторая часть, в два раза больше. В чем разница? Почему Тора так наказывает Ганава и не наказывает Газлана? Отвечает Гемора, потому что для Газлана ему он одинаково относится и ко Всевышнему, и к людям. Он знает, что Всевышний видит, что он сейчас Газланит, грабит, но он знает, что это видят люди. Он одинаково не боится ни человека, ни Всевышнего. Ганав, он приходит аккуратненько вытаскивает кошелечек, чтобы люди этого не видели. То, что при этом его видит Всевышний, его не сильно волнует. То есть, он больше боится людей, чем боится Всевышнего. И тогда получается, что у него квот почитание Творца меньше, чем почитание людей. И это происходит с тем человеком, который идет Ешар Бейней Бриот. Он идет по прямому пути, тот путь, который кажется прямым в глазах созданий. И он не боится Всевышнего. Он знает, что для него этот путь не прямой. Он выбирает путь такой, который понравится окружающим его людям. И не тот путь, который нравится Всевышнему. Вот здесь в Гаоне, на мой взгляд, видно, что он пишет, что он приходит к тому, чтобы лейвазот ашем, чтобы пренебрегать Всевышним. И это то, что имеется в виду. Но вначале Гаона написал, что может быть Всевышний им за это пренебрегает, но здесь в любом случае он пренебрегает Творцом. И здесь урок, который дает нам Шлома Амеллах по мнению Гаона, совсем не такой, как по Мальбиму. Урок, который дается по Мальбиму, это предложение нас пришло научить, что человек должен выбирать правильный путь Торы, и Мальбим не делает разницу между разными людьми. Он говорит о том, что есть люди, которые рождаются и Шарим, рождаются прямыми, есть люди, которые такими не рождаются, и человек должен выработать в себе прямой путь для того, чтобы знать, как надо идти по пути Всевышнего, а не делать оверот. Гаон же говорит, что этот посуд не говорит просто про Месуа и оверот. Он говорит про Ешар, то есть ограду, которую строит человек, чтобы он находился в прямом пути и делает акцент на слове Яшро, окончание Вав, путь, который прямой для этого человека. Каждый человек, у него есть свои медот, свои качества, и он должен выбрать тот путь, который ему является оптимальным и прямым путем. И Рувену, и Шимону эти пути будут абсолютно разные. Путь, который принадлежит Шимону, он противопоказан Рувену и наоборот. Возьмем какой-нибудь пример, чтобы стало понятнее, о чем говорит Гаон. Есть два человека. Один жуткий Бааль Таева, другой жуткий Бааль Гаева. У того, у которого есть Гаева, у него нету Таева, у того, у которого есть Таева, нету Гаева. Возьмем такие крайние примеры. Для человека, у которого Бааль Таева, ему нужно сделать ограждение от этой меды, от этого качества Таева, потому что из этого качества рождается обирот, который он делает. Человек Бааль Таева, его испытанием будет непрелюбодействие, испытание кашрута, запрещенные виды еды, которые он будет есть и так далее. Потому что, когда он чуть-чуть проголодается, он уже не может остаться в нормальном состоянии, ему надо немедленно пожрать. И в этой ситуации ему он хватает все, что есть. То, что есть, то он будет кушать. И уже ни гэкшер, хороший гэкшер, плохой гэкшер, отсутствие гэкшера, все это предстает иметь значение, потому что он не может противостоять своей Таеве. Ограда от этих обирот для этого человека должно быть более тяжелое соблюдение кашрута. То есть, кашрут, когда он ограждает себя, есть только один-два гэкшера, даже кашерную еду с другим гэкшером, он не берет в рот, потому что он должен приучить себя к строгому соблюдению заповедей кашрута. Раз. Два. Даже тогда, когда он ест, он должен есть минимум, который ему нужен, для того, чтобы не протянуть, не откинуть копыта. А должен есть ровно столько, сколько ему нужно, и не больше. Должен есть определенное количество раз. Должен стараться есть только на саудат-мисот. Может быть, ему надо запретить для себя еду каких-то продуктов, которые для него являются какими-то невероятно вкусными. Есть люди, Рабейн Иона предлагал человек, который нарушал кашрут когда-то. Рабейн Иона предлагает в качестве тикунейт-шуа кроме шабатов не есть мясо, не пить вино и так далее. То есть, сделать так, чтобы оградить, поставить себе ограждение от этих мисот. Есть другой человек, у которого таева совсем не его проблема. Он, в принципе, покушать не любит, ему надо заставить себя что-то взять в рот, такой больной немножко дистрофии, я специально беру крайние случаи. И его проблема это гаева. Ему нужно, чтобы кавот, что ему нужно постоянно, чтобы его все хвалили. Если, не дай бог, его кто-то не похвалит, то он входит в каас, в гнев, начинает на всех орать и так далее. Этому человеку строить ограду вокруг заповедей, связанной с таевой, это пустая трата времени. Ему нужно поставить другую ограду, ограду, связанную с каводом. А он ставит себе ограду, связанную с таевой, он показывает всем, что он не ест мясо, не пьет вино, кушает всего там один раз в день и так далее, и так далее. И всем это показывает, что все его хвалили, и чтобы его гаева рассрали, как на дрожжах. То, что для одного будет Дерих, который называется Ешар, для другого будет отнюдь не Ешар. Это будет Акум до последней ступени Акамимута. Это будет искривлено последней степени искривления. Ему нужно проводить время так, чтобы его никто не видел, никто не знал, что он делает, чем он занимается, не давали ему кого-то, и так далее, и так далее. А первый человек, который у нас был, Баальтаева, у него обратная ситуация. Его кого-то совершенно не интересует. Это безумно стеснительный человек. Если его хвалят, то для него это лучше провалиться сквозь землю. Он боится выйти к Торе, когда его вызывают, потому что ему вслух надо сказать Бархо, это вообще Маварах. И когда он говорит Брохо вслух, то он начинает заикаться и так далее. И этому человеку, наоборот, нужно научиться говорить слова Торы вслух, чтобы его слышали, воспринимали и так далее. Короче говоря, каждый из этих людей должен строить совершенно разные ограды для своей жизни. И это говорит Гаон, и есть то, о чем говорит сейчас нам Шлом Амеллах. Он говорит, что человек должен бояться Всевышнего и поэтому, а не людей, и поэтому выстраивает свою жизнь на основании тех Медот, которые он в себе знает, а не выстраивает его так, чтобы это нравилось людям, и он должен бороться с Таевой, если у него есть это Таева, а не для того, чтобы все окружающие говорили, вот какой он молодец, как он борется с Таевой. И наоборот, то же самое с Каводом, но человек, который строит свою жизнь на основании того, как это понравится окружающим его людям, и соответствует с этим делает свою Авойду, то это не называется Ишар, это называется Акум. Это комментарий Гаона. И думаю, что еще один пасук мы успеваем пройти. Третий пасук, который говорит Рак Рега. Бепи ивель хотер гава висифтей хохомим тишмурэм. То есть, этот пасук говорит во рту у глупого бич гордыни, но уста мудрых берегут их. Пасук, который говорит про понятие Гаева. Мальбим, один момент, Мальбим говорит, что поскольку человек мистопек, он авиль, это глупец, у него все время есть сфекот сомнения по поводу законов мудрости. И вот эти законы мудрости у них нету, они для него не являются чем-то чудесным и понятным, и они не воспринимаются через сейхль человека, но только они приходят от Гошема. И человек, у которого нету Гаевы, он не будет переходить границы своего разума, чтобы сказать, что своим разумом он может все постичь. И он будет как бы преклоняться перед законами мудрости, которые даны Всевышним, и будет верить в них, и не будет с ними спорить. но глупец. Он своими устами из-за своей Гаевы он все время говорит наоборот той мудрости, которая исходит от Всевышнего, как будто бы вот эта глупость его, она является мудростью. И он будет основываться на своей гордыне, и его гордыня будет всегда видна в его высказываниях, поскольку он все время хочет задать какой-то вопрос и показать, насколько он умный, поставив к ушью трудность на Тору, но слова мудрецов они убирают то, что находится извне, и приходят к мудрецам так, что они говорят мудрость, которая указывает на тот даат, который находится внутри человека, и посредством этого люди начинают верить в законы мудрости, и они становятся в хиной даат, они становятся частью самого человека, и они охраняют человека от гавы. То есть человек, который хочет казаться мудрым человеком, он задает все время к ушью, отставит какие-то трудности, пытается опровергнуть Тору и за гаевы, что он такой вот умный, он может такую умную вещь спросить, но настоящие мудрецы, они не стремятся задать вопрос и к ушью на Тору, они стремятся объяснить то, что есть, поскольку их мудрость исходит из Торы, и у них нету гаевы для того, чтобы поспорить со Всевышним, не про нас быть сказано. Говорит Гаон Мевильно, что что такое Авиль? Авиль это тот человек, который красуется перед своими товарищами, тех, что он может показать и преследовать и спускается как палка, которая бьет человека, так гордыня бьет человека своими устами. То есть гордец Гаон идет по другому пути, не по пути между человеком и Всевышним гордость, гордыня, а между человеком и другим человеком. Гордец это человек, который словами хочет хлестнуть другого человека, чтобы показать насколько я умнее, чем ты. Но настоящие мудрецы, их уста, они сохраняют все в себе. То, что они слушают гадости, гордыни, которые говорятся про меня, я буду молчать, если я мудрец, и они закрывают свои уста. То есть мудрость, она это возможность закрыть свой рот. И это охраняет от глупца, который хочет ударить, потому что ему неинтересно драться с тем, кто ему не отвечает. Гаон и Мальбим идут совершенно разными путями. Мальбим говорит, что этот посук Шлома Меллаха говорит про отношения между человеком и Всевышним. Гордец Гордец это тот, который кушьет и спорит с Творцом, с мудростью Всевышнего. А мудрецы это те, кто объясняет, что такое Тора, что такое мудрость Творца. Гаон же идет здесь по пути того, что такое мудрец, который не отвечает Гордецу, который пытается показать, насколько он умнее и ударить как плеткой своими словами. На этом мы сегодня заканчиваем. В Пейсах у нас урока не будет и продолжим мы уже после Пейсаха. Всем Пейсах Кошер в АСМЭ.